Зачем пришел? Я Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник, Алтай, Барнаул. Мне 81 год. В 23 года я, сознательно получив Евангелие, отдался на служение Господу. Я не служитель церковный, обыкновенный рабочий, прораб, строитель. Но Господь позволил мне создать детский православный лагерь. Я его начальник 48 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Ни рубля не вложили. Оказывается, можно это все делать, если ты верующий. Во имя Бога, во имя Христа Спасителя. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Без помощи государству, повторяю, ни рубля. Построили храм, школу, государственную школу. Дороги сами строим, шесть прудов зарыбили, три из них рыбу пустили. Все сами. Держат скотину. А погибло в стране 31 тысяча сел. Страна пустеет. Оказывается, можно затормозить этот процесс. Видите как? Вот я вам показал книгу. Ну а что? В моей жизни она все изменила. Я работаю на корабле. И в это время на берег сошел. 23 года. У меня сила, знания. Учусь в училище на штурмана. И вдруг я все время в душе ощущал пустоту. Хотя знаю, суд есть Божий. После воскресения другая жизнь будет. Но мое место в аду. Я не делаю то, что другие делают. Не пью, не курю, не матерюсь, не с женщинами. Я чистая жизнь. Но внутри меня все говорит. Я грешник. Где-то посмотрел, где-то не так. Когда стал считать Евангелие, Библию дали. Через полчаса моя жизнь полностью переменилась. Я встал с колен, помолившись Богу. И как будто бы моя жизнь только в этот день началась. И после этого мне пришлось во имя Божье вести занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, воинских частях Алтайского края, заводах и фабриках. Три радиопрограммы регулярно каждую неделю вести. Одна онлайн была. Без Бога ничего бы не было. У меня вышло из печати 38 томов книг. И мы проехали, я дарил библиотеки из Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Турция, Север. 650 остановок. И Господь позволил сделать, имея минимальную пенсию, на 35 миллионов рублей подарок государству. Не государство нам, а мы ему. А так как я проповедовал, насчитал 50 книг, тогда не было никаких на пленку. И среди Библии Златоуса, Архипелагу, Лаг Солженицына. Брал интервью репрессивных. Власти этого не стерпели. Я прошел пять тюрем. Я, вернувшись, стал сотрудничать с тюрьмой, помогать заключенным встать на ноги, помочь найти жизнь. Конечно, все знают, я верующий, я веду работу среди обслуживающего персонала, среди офицеров. Это все с Богом. Без Бога этого ничего бы не было. Ничего. Даже на земле, как Господь облагораживает жизнь. Вот спрашивают, раньше была национальная идея такая, пролетария, всех стран, соединяйтесь. Ну вот Конгресс интеллигенции, меня приглашают, там даже был лауреат Нобелевской премии Жаре Салферов. А нынешне нет такой идеи. Я говорю, она есть. Как? Она испытана, эта идея. Она может обвинять? Может. И что? Ей будут желания вложить туда средства. Другого просто нету. Не знаю. А какая? Я говорю, три слова запомнить надо. Дети. Они сразу, о, это самый центр. Дети, надо подрастающим поколениям. Воспитанные. О, с этим согласны. Я говорю, во Христе. А, во Христе, то есть по Евангелию, что Иисус умер за нас и воскрес. Дети это воспринимают с радостью. Вот меня в лагерь привозили дети, законченный наркоман. Родители, говорят, к батарее приковывали. Но узнав, что в течение одного месяца ребенок полностью меняется, к нам прилетела директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Деннон. Ей дали сопроводительного со Станкина. Будь я неверующим, ничего бы это не было. Это на этой же земле. Но у нас будущее есть. Мы верим в Слово Божие. Кто будет веровать, крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И все, что в Библии предсказано, мы знаем, как политические события будут. Вот сейчас в интернете говорят, а как вы могли знать, вот выступали по радио и говорили, что сейчас Ельцин, а за Ельцин будет Владимир. Кто вам сказал? Ни один политик этого не мог сказать. Я говорю, я тоже не знал. А как же сказали? Вы твердо говорили, будет Владимир. Понимаете, в чем дело? Я знаю только одно, что все в мире повторяется на три раза. Как на три? Государство российско образовано было, династия Романовых. И первый из них был юноша, совсем молоденький, Михаил из дома Романовых. Михаил? Ну да, это знаю. А слово Михаил переводится «Бог, маяк, креп». Никто как Бог. Никто как Бог. Еврейское слово. Ну и что? Россия поднялась? Ну вот в 17-м году царь Николай II отрекается в пользу Михаила. А он отрекается за один день. Вот это уже второй Михаил. То есть он приостанавливает развитие в прежнем состоянии. И третий Михаил Горбачев приходит и разрушает весь конгломерат. Советский Союз исчезает. Ну да. А Владимир? Владимир князь приводит к вере. Владимир Ильич Ульянов, Ленин, раскрещивает. И третий Владимир приходит к власти и приведет к антихристу. Я не знаю, но я говорю, судя по тому, два Владимира были, третий должен быть. И он вдруг приходит. И он не может из власти уйти никак. Пока до нужной кондиции народ не дойдет. Так долго. Перевыборы, что были, это даже за рубежом нет этого нигде. И не надо думать, что он плохой президент или что-то. Мы молимся за него, чтобы не было покушения. Нас хоть за людей стали считать. Вот. А дальше будет все народы мира соединяться под одной головой. Один будет правитель. Денежная система исчезнет. Границы сотрутся. И столицей мира будет ни Москва, ни Вашингтон, ни Париж. А какой? Ну и не Пекин. Не Токио. Интересно. И вы знаете точно, абсолютно точно знаем. Иерусалим. И будет там царствовать над всем миром евреи. Из колена данного. Еврейский народ на 12 колен разбивается. Известно, кому будет принадлежать. Известно уже имя. И будет царствовать 42 месяца. 42. Три с половиной года. Две тысячи лет назад написано. Вот в этой книге Апокалипсис здесь написано в 13 главе. И что так и будет. Оно уже подошло вплотную. А что делать? Молиться и творить добро дело. Покаяться. Вот сейчас идет пост рождественский. Сейчас у нас пост. Это означает мясного, молочного не едят. Но не в этом дело. Вот у нас я пенсионер. Мне 81 год. Мы можем 7 раз в день молиться. Это 3 святой и 100 поклонов. И утренний, вечерний. Уже 9. То есть практически по тысяче поклонов в день. И что это дает живую связь с Богом? Вот мне 81 год. Я столько претерпел. А у меня радостно в душе всегда. У меня 2 голубятни. Старенький велосипед. Я по-прежнему на ногах. Каждый день. Вот у нас встаем в 4.40. А я встаю где-то во втором часу ночи. И уже все. Уже до вечера. 3 часа только я разбираю почту. Если вот вы зайдете, запомните Игнатий Лапкин. Это я. И по скайпу. Я один на весь интернет с этой фамилией, именем. А вот если зарядите во свете Библии Игнатий Лапкин, попробуйте. Канал в Ютубе. Сейчас. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Наберите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Только не уходите сразу. Ой, вижу вас. Нашли. Ну и сколько там подписчиков? 43 тысячи. 43. А просмотров 43 миллиона. Это мой канал. У меня здесь 37 тысяч. Ой, 17 тысяч 800 роликов. 17 тысяч. Это наши ролики. Мы все снимаем, показываем, как вот эта поездка была по всем странам Европы, как выступали, как я на кафедре стою там в университетах, как строим деревню, дети. То есть у нас мы не... Я не теоретик, а просто вижу, вот называют проблемы. Я это слово не люблю, исключил. А как тогда? Нерешенный вопрос. Вот конкретный. Вот говорят, детей у нас столько-то миллионов беспризорных. Министр внутренних дел говорит Российской Федерации, Нургалиев. Я говорю, а что ты сделал? А что ты сделаешь? Я детский лагерь создал. Это надо собрать детей, привезти. Это 45 и плюс 3. 48 лет. Ни один ребенок не пострадал. Которые наркоманы, они уже будут другими. Понимаете, по любой тематике надо выходить. Преступников много. Я иду в тюрьме сотрудничею бесплатно, повторяю. Я не получаю нигде, ни в инверситетах, нигде. То есть, ну у меня-то образования нет ни гуманитарного, ни религиозного. Я просто движусь внутренним побуждением. Вот вышло у меня 38 томов книг. 4 тома, сейчас не издано еще. Стихов по 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. Из них больше 80 положено на песнопение. Этого не может человек создать за 9 лет. Люди не понимают, много ли это мало. Стихотворение. 3 тысячи 467. Это вместе взяты Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок. Так здесь больше. За 9 лет, а там вся жизнь у них. И ни одной помарки нигде нет. Ущерновики показывают ни одного перечеркивания. Все пишется с чистого листа. А как вы знаете, я как бы на молитве, как бы одна строчка промелькнет. Я скорее тут уже записываю. У меня везде ручки лежат. Только помолились, я беру ручку и 35 строчек следом вылетают. Почему? Господь дает. Это не мое. Если вы любите поэзию, вы можете даже послушать одно-другое стихотворение. А если зайдете в интернете, зарядите такое «Пример к себе своим воображением». Это моя автобиографичная. «Пример к себе своим воображением». Игнатий Лапкин в Ютубе. И вы увидите, там исполняется по экрану и идут стихи эти буквы в Орде. «Пример к себе своим воображением». Вы печатаете, наверное, десятью пальцами, да? Да, быстро. Я книги переписывал. Так, вот, открылось, нет? Посмотрите. «Пример к себе своим воображением». Игнатий Лапкин. Ну, чтобы знать, может быть, такого же названия другие есть. Игнатий Лапкин. И там, вы увидите, играет человек на гитаре. Не открывается, да? Ну, где-то оставьте себе это. Вы можете более популярно «День Победы». Точно так же зарядить. Вот «День Победы» Игнатий Лапкин. Попросили меня другие слова написать на этот же самый мотив, там «Порохом пропах». Но только слова верующие. «День Победы». Игнатий Лапкин. Вас не слышно. Наверное, микрофон отключился. А так? Так слышно. Как звать-то вас? Андрей. Андрей. Андрей означает «храбрый». Вот видишь как? А вот мы встретились, это по Божьему промыслу. Я помолился сегодня, Господи. Я кое-как вышел сейчас и отвечал на письма, на все там, новые ролики озвучить мои ответы студентам. Пошли, добрый человек, поговорить. Сказать о любви Божией, что Иисус умер за нас и воскрес. Вот все. Будет воскресенье, каждую неделю воскресенье, воскрес. Год 2019 от Рождества Христова. А Андрей, это апостол был Андрей, первозванный. Из апостолов он первый был, которого Господь позвал с собой. Нашли, нет, День Победы? Да, нашел День Победы. Ну-ка, включите. Слышно, нет, будет? Нет, слышно не будет. А, ну, потом посмотрите. Вот, если у вас будут вопросы, Андрей, вы, не в Ютубе, а в Скайпе, такая, Скайп. Да, я помню. По Скайпу вы меня сразу найдете, я один с этой фамилией, именем, и там я могу вам наши ресурсы сбросить. Очень большие. Вот у меня сайт «Восвете Библии», сайт, через гугл найти, сайт «Восвете Библии» Игнатий Лапкин, точно так называется. Там 50 книг аудио мной насчитанное, государственные фильмы у нас снятые, занявшие первое место на международных конкурсах. Этого нигде больше нет. Там отвечаю на вопросы студентам, 4124 вопроса, разбитые на 55 папок. Это политика, экономика, социология, работа, семья. Ну, то есть, все, что ты желаешь. Там я отвечаю, допустим, о мусульманах. Называется «Мусульмане». Вот сейчас здесь приезжаются. Я разбираю вот эту их книгу по сурам и аятам. Целый том. У меня каждая книга, 752 страницы. В сравнении с Библией. Что она говорит, и как это в Библии? Говорят, «Да у нас все одно». Нет. 5126 расхождений. Я спрашивал, «Вы знаете Коран? Считать можете?» Нет. «А сколько времени надо по одному часу считать?» Не знаю. Я говорю, «16,5 дней». Ни один мусульманин не знает. Что ж это такое? Библию просчитать, чтобы от корки до корки вот эту вот. Она в аудио, если вы в аудио там напишите, «Игнатий Лапкин, Библия». И моим голосом Библия насчитана. И вы можете идти слушать. 50 книг моим голосом насчитаны. Это 90 часов на Библию. А она в 5,6 раза больше Корана. Вот если у вас будет желание, то вы можете найти... Это я вам ключ за Игнатий Лапкин. Я понял. Есть такой ролик, один небольшой, не мой, другой. Называется «Интерью с дьяволом в лесу». Вы можете даже сейчас щеркнуть его. «Интерью с дьяволом 12 минут». Ну-ка, смотрите, получится, нет. «Интерью с дьяволом в лесу». В лесу можно написать, 12 минут там, «Сейчас найду». Очень стильно. Это я как верующий говорю. Это даже не артист играет, а сам «Сатана». Кажется так. «А, 12 минут нашел». Вот. «Да я потом посмотрел это». Ну, вот видите как. Если я не могу вас не зная совсем советы, если у вас там какие-то такие вопросы нерешенные, там, ну бывает, тянет к чему-то. Не спешите никогда. Если не женатые, тщательно молитесь. Трудно найти настоящую, ту, которая тебя будет слушать. мужчина это скала. А вот вы на нас зайдете на нашем канале и увидите как у нас на молитве стоят, какие девушки, как они покрытые. Мусульмане нас за своих признают. У нас длинное платье до полу. У нас мужчины никто бороды не бреет. Все ходят с поясами. Старинные русские обычаи. Рев Толстой стоит вот так рука. Вам будет очень интересно. Не то, что интересно, а познавательно. Я понял. Ну, если вопросов нет. Вопросов нет, спасибо. Так, храни вас Господь, Андрюша. Да благословит вас и сохранит от всякого зла. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.